Бывшие работники ЖБК-2 не могут дождаться зарплат годичной давности. В августе 2017 на предприятии началась процедура банкротства. Невыплаченными остались более 5 миллионов рублей. В администрации Новочебоксарска вопрос держат на постоянном контроле. К трудоустройству у высвобожденных работников подключилась служба занятости. В настоящее время задолженность составляет порядка более 5 миллионов. По последним данным это 5 миллионов 246 тысяч рублей. У нас создана рабочая комиссия под руководством прокурора города. Есть имущественная масса, это порядка 11 миллионов рублей, которые нам необходимо взыскать с дебиторов. Их порядка 18. Если мы взыщем эту дебиторскую задолженность, то мы гасим долги, потому что предприятие не функционирует. Если бы оно функционировало, тогда бы это было сделать легче. В настоящее время только имущественная масса и дебиторы могут решить данный вопрос. Как пояснили в прокуратуре, в первую очередь по закону выплачиваются текущие платежи, заявленные после признания предприятия банкротом. Затем долги по заработной плате сотрудникам ЖБК-2. Их будут погашать по мере реализации имущества. Что касается трудоустройства у высвобождаемых работников, особых проблем с этим не возникло. На ЖБК-2 на 1 января 2017 года работало 417 человек. На сегодняшний день числится на предприятии 2 человека. Люди в основном уволились по собственному желанию. Трудности на предприятии начались по хозяйственной деятельности в августе месяце прошлого года. В целом работники в основном, когда столкнулись с этими трудностями, самостоятельно начали осуществлять подбор работы. И тогда, когда работу находили, они увольнялись и трудоустраивались на новое место работы. К нам в прошлом году в ЖБК-2 обратилось 15 человек, уволенных с предприятия. 10 из них были трудоустроены. Двое были направлены на профобучение в рамках исполнения государственной программы Чувашской республики по занятости. Продолжение следует...